Ауду биллахи минал шайтан и рожим бисмиллахи ррахмани ррахим Вабихи настоин вахваххейр насирин вамуин Вассалату ассаламу аля саиду ламбия и ва ламурсалин Ва аля алихи ттайбин аль тахирин аль маасумин Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, дорогие братья и сестры Всевышний в Священном Коране изволил сказать Инна Аллаха ва малаикетаху юсалуна алян-наби Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка О верующие, благословляйте же его и вы и приветствуйте В данном аяте Священного Корана Всевышний приказывает верующим благословлять и приветствовать пророка После того, как был неспослан данный аят Священного Корана Сподвижники пророка, салаллаху алейкум, обратились к нему с вопросом Что мы знаем, как тебя приветствовать Приветствовать тебя необходимо миром, то есть ассаламу алейкум Но как же тебя благословлять? И отвечая на этот вопрос, его светлость посланник Аллаха, салаллаху алейкум, разъяснил Как необходимо правильно читать салават Как необходимо правильно благословлять его светлость посланник Аллаха, салаллаху алейки и алейкум, алейкум Издательство Шарикатул Куз. Итак, здесь в книге Аддаавад на странице 1282 в главе, посвященной Салавату, пророку, то есть в главе, посвященной благословлению пророка, приведено два предания. И вот, что в этих преданиях говорится. Предание под номером 6357, которое приводится от Кяб ибн Ужра, говорится, что Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи в 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 алейх Его светлость посланник Аллаха научил своих сподвижников, как правильно себя благословлять. «Скажите, о Аллах, благослови Мухаммада и семейство и потомство Мухаммада». И как мы видим из данного предания Сахих Бухари, посланник Аллаха учил своих сподвижников при благословлении благословлять и семейство и потомство пророка. Это предание, к сожалению, не переведено на русский язык, то есть в русскоязычном переводе Сахих Аль-Бухари этого предания, к величайшему сожалению, нет. Это же предание приведено и в Сахих Муслиме. Это также издание Шарик Ат-Лю-Куц. Итак, на странице 150-й предание под номером 405 и 406. Здесь также говорится, что «Атана Расулルлах, салаллаху алейху 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 алейхуבע салям, «Ва нахну фи мазлиса Саад и бни Убада». Что к нам пришел посланник Аллаха, салаллаху алейху 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 lem��眼, и мы были в собрании Саада и бня Убада. И тогда Башир ибн Саад обратился к посланнику Аллаха и сказал Башир ибн Саад сказал О посланник Аллаха Всевышний Аллах приказал нам благословлять тебя Но как же нам благословлять тебя? И отвечая на этот вопрос Посланник Аллаха говорит Точно так же как ты благословил семейство Ибрахима К счастью данное предание переведено и содержится в русскоязычной версии Сахи Муслима Это Сахи Муслим, казанское издание и под тем же номером, то есть под номером 405 и 406 приводится данное предание На странице 90 под номером 405 приводится это предание Башир ибн Саад сказал Всевышний Аллах повелел нам молиться за тебя Имеется ввиду читать салават и благословлять О посланник Аллаха И как нам молиться за тебя? Посланник Аллаху произнес Говорите Боже, благослови Мухаммада и роды Мухаммада, как ты благословил Ибрахима и род Ибрахима Таким образом, мы обнаруживаем, что согласно тому, как сам посланник Аллаха учил нас правильному чтению салавата, мы при благословении его светлости посланника Аллаха должны благословлять и его семейство. Да, конечно же, когда мы в повседневной речи говорим «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада», точно так же, как ты благословил семейство Ибрахима, это высказывание немножко затягивается. Но добавлять одно очень короткое слово, содержащее «Аль», то есть род, семейство, и говорить «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля Али Мухаммадин» Это всего лишь одно короткое слово, которое не очень сильно утруждает человека и не очень сильно затягивает салават. Но при этом этот салават является правильным, а тот салават, где не упоминается семейство, является неправильным. Оно противоречит тому салавату, которому своих сподвижников учила его светлость посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салам. Здесь может возникнуть очень понятный, резонный и справедливый вопрос. Почему же суннитские ученые, и почему суннитские деятели-проповедники, и почему сунниты в целом не благословляют семейство пророка, есть ли предание об этом содержится в их самых достоверных книгах, в достовернейших их книгах? Это очень справедливый вопрос, очень правильный вопрос. И чтобы понять, в чем заключается ответ на этот вопрос, нам необходимо понять, как же Аллах благословил Ибрахима и род, семейство, потомство Ибрахима. Обратите внимание, Всевышний в одном из аятов Священного Корана говорит «Ва идибталя Ибрахима раббуху бикалиматин фаатаммахунна» что Всевышний испытал Ибрахима, и тот прошел испытание. Ибрахим успешно прошел испытание, которым подверг его Всевышний. И только после этого, после того, как Всевышний испытал Ибрахима, Всевышний сказал «После того, как ты прошел эти испытания, я устанавливаю тебя и назначаю тебя имамом, руководителем и предводителем людей, человечества». То есть Ибрахим после этих испытаний был назначен Всевышним божественным руководителем, имамом. И тогда Ибрахим сказал Ибрахим попросил у Всевышнего, чтобы последующие имамы человечества, чтобы те имамы, которые придут после Ибрахима, и руководители, религиозные лидеры, религиозные руководители человечества, также были из потомства самого Ибрахима. Об этом попросил Ибрахим своего Господа. «Каля вамин дуррияти», сказал Ибрахим. И в ответ на это Всевышний ответил согласием, но поставил одно условие, что те из потомства Ибрахима, которые будут несправедливыми, они не будут имамами. Всевышний сказал «Да, я именно твоих потомков после тебя сделаю имамами людей, но мое обещание не касается тех из твоих потомков, которые будут несправедливыми». То есть, благословение Аллаха, Ибрахима и его семейства, его потомства, его рода заключалось в том, что имамат и божественное руководство имамат над людьми, над человечеством, было установлено именно в потомстве Ибрахима. И именно в этом заключается благословение Всевышним Ибрахима и его рода. Именно поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи и алейхи и салям, учил нас благословлять не только его самого, но и его семейство. Ибо божественное руководство, имамат над всем человечеством, после его светлости посланник Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи и алейхи и алейхи и салям, установлено Всевышним именно в потомстве Мухаммада, салаллаху алейхи и алейхи и алейхи и салям. Но никак иначе. Именно поэтому враги этого божественного руководства сделали все, чтобы суннитские ученые, суннитские проповедники и вообще рядовые сунниты, благословляя его светлость пророка Мухаммада, упускали упоминание рода и потомства его светлости посланник Аллаха, несмотря на то, что предание об этом содержится в самых достоверных их сбовниках. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует...